Итак, с нами двукратный чемпион мира, который будет сейчас разминаться, тренироваться и готовиться к завтрашнему старту. Говорят, что категория 74 килограмма на этом чемпионате вообще самая бомбическая, столько лидеров собралось. Там чемпионов мира человек 5, по-моему. Да, на самом деле один из самых сильных весов. 65 тоже был один из хороших весов, но уже определительно листы. Ну, 74, она из-за того, что там 5 чемпионов мира, они считают, что там и призеры Европы, и чемпионы Европы там есть. Ну, я думаю, самый сильный вес – это 74 килограмма. И будут серьезные схватки, придется серьезно настраиваться. Как готовились? Настраиваться придется завтра. Как готовились? Турнир многократно переносился. Вообще, вы как эту ситуацию воспринимали? Он должен был быть весной, потом несколько раз с осенью. Нет, я спокойно относился. Я тренировался, держал себя в тонусе, поэтому особо не волновался. Поэтому спокойно относился. И ждал, когда определят число. А у тебя вес всегда, мне кажется, небольшой для 74? Тебе не надо так вот мучиться, все время держать его? Нет, нет, я еще вот сегодня начну сейчас гонять, а до этого вообще не придерживал. Это полтора, наверное, килограмма, наверное, лишнее. Это тоже сейчас я побегаю, положусь. И чуть попотерю, я думаю, спокойно скину. В этом нет проблем. Даже еще покушать можно, по-моему, после побежки, после разминки. Во время изоляции как нагружался, чтобы остаться в форме? Нет, я не пропускал. Вот в начале карантина я чуть заболел. В это время я пропустил, не тренировался где-то три недели. А потом уже потихоньку начинал бегать. Там с друзьями собирались в одном месте, в одном зале. И там вместе тренировались, готовились, держали себя в тонусе. Но не такие усиления тренировки, такие, да, легкие. А вирусом заболел? Да. Слушай, ну и как это? Это уже прошло нормально. Ну, очень тяжелый вирус, естественно, очень. Весь организм, она очень себя расслабляет. У меня такое ослабление было, я никогда не чувствовал таким слабым себя. Даже вот на второй этаж поднимался, одышка, слабость. Это вообще... Я после этого даже думал, смогу ли я вернуться в ту форму. Такие мысли тоже появлялись. Вот настолько я вот уставал. А легкие, получается, легкие восстанавливаются все-таки, да, со временем? Да, да, конечно, восстанавливаются. Там есть способы, как восстанавливать здесь. Болезненный для многих ребят вопрос задам. Все ждали Олимпийских игр и должны были отбираться к ним. Как воспринял перенос Олимпиады? Ну, я думаю, это пошло для меня на пользу. Ну, не для других ребят, потому что в нашем весе я был освобожденный. Это за Орбек Сидаков, кратный чемпион мира. Поэтому для меня это как бы пошло на пользу. И появился какой-то шанс зацепиться, попасть на Олимпиаду в следующий год. А ставишь себе задачу, скажем, не только вот этот Олимпийский короткий уже цикл, там, в 2021 году планируется Токио, а следующий шаг, там, Париж. В общем-то, осталось всего ничего. Следующий цикл в метеору, да? Да, если борьба идет, я буду дальше бороться. Посмотрим, как я буду чувствовать себя на соревнованиях. Если я постоянно буду проигрывать, смысла нету дальше тренироваться. Так что видно будет в дальнейшем, как я буду выступать, какие буду приносить результаты. Следите ли за иностранцами? Я надеюсь, как профессионалы следите. И кто из них вызывает опасения? Ну, известные фамилии мы знаем, итальянец, американец. А кто-то еще? Ну, за мировыми звездами я слежу, конечно, с основными своими конкурентами. Это Чамезу, это Бороуз. И есть некоторые ребята, да, за другую страну, которые выступают. Конечно, слежу за ними. А темные лошадки есть, с кем не боролся, а уже, так сказать, просматриваете вы их борьбу? Кажется, даже вот в России есть такие темные лошадки. Если завтра видно будет, завтра, я думаю, многие ребята покажут, проявят себя. Ну, очень тяжело было с ним, даже на тренировках, на свадках бороться. Ну, завтра видно будет, да, кто какой форме. Все от этого зависит, кто какой форме, кто как подошел. Видно будет завтра. Спасибо, удачи. Будем смотреть за вашими баталиями. Субтитры сделал DimaTorzok.